Вы слышали, что Он сказал? Книга в Его руках – новое Божье Слово. Это не так. В Откровении ясно сказано, свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язва, о которых написано в книге сей. Они дополняют Библию. Это святотатство. Господь непременно подвергнет их бедам, о которых написано в Библии. Аминь. Сестра Фэнь знает Библию наизусть. Верно. Сестра Фэнь процитировала из Писания «Не прибавляй к тому и не убавляй от того». Вы считаете, что мы прибавляем к Библии? Что ж, давайте попробуем разобраться в этом. Да. Братья и сестры, Иоанн Богослов сказал так, если кто приложит что к ним, но он не сказал, если кто приложит что к Библии. И когда Иоанн Богослов произносил эти слова, Нового Завета еще не было. Новый Завет появился около 300 года нашей эры, а Откровение Иоанна Богослова примерно в 90-м. В нем запечатлены видения Иоанна, полученные на острове Патмос. Следовательно, Иоанн, говоря в книге сей, имеет в виду текст пророчеств, известных как Откровение Иоанна Богослова, а не всю Библию. Слова «не прибавляй к тому» не означает, что в будущем не будет новых деяний и слов Божьих. Сестра Фэнь, то, что я сказал, соответствует ли известным фактам? Да, он прав, сестра Фэнь. Раньше мы и вправду неверно понимали этот отрывок. Братья и сестры, Иоанн Богослов узрел лишь видение, но не работу Бога в последние дни. Работа всемогущего Бога, как и Его слова, не добавление к пророчествам книги Откровения, но исполнение этих пророчеств. Давайте рассмотрим с вами два отрывка из Библии. Давайте. Давайте. Я прочитаю первый отрывок из книги Откровения. Имеющий ухо дослышит, что Дух Святой говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Здесь говорится, что Дух Святой говорит церквам и сокровенная манна. А на самом деле речь идет о словах всемогущего Бога последних дней. Да, согласен. И еще Откровение, глава 5, с 1 по 5 стих. Позвольте прочитать. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достойен раскрыть книгу сию и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть книгу. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Братья и сестры, раньше мы полагали, что сия книга значит Библия. Но в этой части Писания говорится, что никто не мог посмотреть в сию книгу. А значит, сия книга не означает Библию. И еще в Писании. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне запечатанную семью печатями. Значит, содержание этой книги не было записано в Откровении. В этом стихе говорится, раскрыть сию книгу и снять семь печатей достоин лишь Христос в последних дней. Верно. Правильно. Как понятно, растолковали. Да, сестра Фэнь, раньше мы считали Откровение тайной. Теперь же, читая Слово Всемогущего Бога, мы стали понимать больше. Да, это правда. О, Господи, их слова звучат весьма и весьма убедительно. Но нет, сегодня я разобью их доводы в пух и прах. Иначе, как я смогу проповедовать перед соработниками? Братья и сестры, Иоанн также не написал, что говорили семь громов, о которых упоминается в Откровении. Очевидно, эти тайны Бог откроет нам, когда придет в последние дни. Но если мы Бога ограничиваем в трудах и в слове, говоря, не перебавляй, как сможем мы сию книгу открыть? Как же тогда исполнятся те пророчества из Откровения? Братья и сестры, всемогущий Бог ныне пришел, раскрывает книгу, снимает семь печатей и раскрывает нам тайны, которые люди веками не могли постичь. Да, верно. Это то, что говорили семь громов и то, что Святой Дух говорит церквам. Да, верно. Братья и сестры, это истинно. Аминь. Аминь. Братья и сестры, прочитаем еще отрывок из слова всемогущего Бога. Давайте. Откройте страницу 5. Всемогущий Бог говорит, когда ты прочтешь эту книгу до конца, когда ты переживешь каждый этап деяний и трудов воплощенного Бога в период царства, ты ощутишь, что надежды многих лет наконец-то притворены в жизнь. Ты ощутишь, что только теперь ты по-настоящему лично увидел Бога. И только теперь ты услышал собственное слово Бога, проникся мудростью Божьих трудов и по-настоящему ощутил, насколько Бог реален и всемогущий. Ты почувствуешь, что обрел много такого, чего люди в прошлые времена никогда не видели или не имели. В этот момент ты ясно осознаешь, что значит верить в Бога, что значит быть по сердцу Ему. Конечно, если ты цепляешься за прошлые взгляды и отвергаешь либо отрицаешь факт второго Бога воплощения, тогда ты останешься с пустыми руками и ничего не обретешь. И в итоге будешь повинен в противлении Богу. Те, кто оказывает послушание истине и подчиняется работе Божьей, придут под имя второго воплощенного Бога всемогущего. Они смогут принять личное Его водительство и обретут большую и более высокую истину и примут настоящую человеческую жизнь. Им откроется видение, которого люди прошлого не видели. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел семь золотых светильников и посреди подобного сыну человеческому, облаченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень, и ноги Его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил обоюдоострый меч, и лице Его, как солнце сияющее в силе Своей. Это видение – выражение Божьего характера во всей Его полноте, и подобное выражение Его характера – выражение работы Божьей, когда Он становится плотью в этот раз. Все это правда, значит? Да. Слава Господу. В потоках обличений и суда Сын человеческий выражает присущий Ему характер посредством речения слов, позволяя всем тем, кто принимает Его обличение и суд, увидеть истинное лицо Сына человеческого, лицо, которое является правдивым отображением лица Сына человеческого, виденного Иоанном. КОНЕЦ